12 апреля в Харциске и Лавайске и Зугрессе завершился отопительный сезон. Основанием для отключения от тепла батареи в домах, школах, детских садах и больницах послужили показатели среднесуточной температуры, которые три дня подряд фиксировались на уровне, превышающем 8 градусов по Цельсию. Сегодня итоги отопительного сезона в присутствии журналистов местных СМИ подвел исполняющий обязанности главы администрации Харциска Александр Левченко. Отопительный сезон в Харциске завершился досрочно. Причина – стремительное потепление в начале апреля. Столбики наружных термометров легко преодолевали отметки плюс 18, 20, а то и все 25 градусов Цельсия. Пришло время тушить котлы в котельных. Можно сказать одно. Отопительный сезон прошел без срывов. Те аварийные ситуации, которые возникали на наших магистральных линиях, в домах устранялись. В целом, можно только лишь сказать, высказать слова благодарности работникам теплосети в городах Харциска, которые обеспечили подачу тепла в наши дома, на объекты социальной сферы. В Зугрессе, где Зуевская теплоэлектроцентраль, снабжающая теплом дома старой части города, перешла на баланс государственного предприятия «Донбасс Теплоэнерго», также без срывов удалось провести отопительный сезон, вернее, вторую его половину. В связи с ремонтом основного оборудования на Зуевской АТС возникали определенные сложности. На начальном этапе, когда был закончен полностью ремонт котла БКЗ, срывов подачи теплоносителя и качества его в городе Зугрессе не было. То есть, отопительный сезон Зугрессе прошел в старой его части, ну, как и поселок 60 лет Октября, который отапливает Зуевская АТС, прошел без срывов. И все же, не стал отрицать Александра Левченко, проблемы были. Были и единичные обращения харцизян в администрацию по поводу холодных батарей в квартирах. Существенно уменьшить поток подобных жалоб, считает градоначальник, можно при более тщательной подготовке к отопительному сезону, который, кстати, харцизские коммунальщики уже приступили. Спасибо службе единого заказчика, хоть какие бы там нарекания не были, проблем всегда хватает, но все аварийные ситуации устранялись в кратчайшие сроки. Запас материалов был, сейчас он будет накапливаться, есть чем готовиться к отопительному сезону. То есть, материалы и оборудование есть для качественной полноценной подготовки. Нашей теплосетью проведены подготовительные работы и запланирован объем работ по замене и на центральных магистралях, и арматуры запорные, то есть подготовка котельных наших, все идет по графику. Спасибо.